ну как а у меня тут закачка идет закачка у меня идет вот почему она так надо было не трогать ну ладно растянет у вас сегодня как-то лучше дала я поэтому сел на светлый фон учитывая предыдущего до иисусе христе сыне боже помилуй меня грешно ну что ж мы игнатий тихонович с вами стоим на пороге одного из быть может важных событий в истории нашей страны нашего государства нашей нации нашей культуры вот и хотя перед лицом вечности быть может это событие может быть и незаметная но однако коль все мы принимаем как от бога это событие тоже не может пройти мимо нас речь идет о выборах которые должны состояться в российской федерации 18 марта 2018 года вот и собственно говоря вопрос даже это не собственно вопрос как таковой вопрошание как некая проблема но проблему я употребляю в научном смысле научном контексте потому что в обыденном я знаю вы его не любите я тоже это слово не употребляю но в общем то вопрос по выборам но прежде чем его задать я хотел бы озвучить некую такую интенцию что собственно побудило к этому вопросу мои собственные размышления об этом вот ну и потом конечно то ради чего я к вам и вышел на связь услышать вас 2016 году отец геннадий фаст будучи здесь красноярске где он обычно ввел свой лекторий у него был очень интересный цикл лекций который называется так дивен бог во святых своих и в частности одна из лекций была посвящена достаточно интересной теме и поэтому я с этого начал благоверные цари и князья вот и если позволите я зачитаю некоторый фрагмент который как мне кажется важен в контексте вот нашего сегодня давайте отец геннадий раз размышляю о императоре подожди кайс говори да да теперь уже исключить надо потому что официально объявили о закрытии все с богом готовит батюшка приглашение в деревню там когда я деревню то но и что правильно было про лагерь написано лагерь то теперь у нас никто его не в том формате ну ладно так вот отец геннадий начиная в своей лекции размышляю об императоре константине как бы задается вопросом в чем его связь и говорит о том что многие его поступки расходятся с евангелем например из-за придворных интриг он был вынужден казнить своего собственного сына и так далее вот как бы отвечая на свой же вопрос он говорит что его святость не в личных делах поступках и не в том что он прожил безупречную жизнь она такого не было но и вот святость заключается цитирую во внутренней чувствительности когда он решил град земной устроить по образу града небесного как уж получится вопрос другой но важна была эта целевая установка горний иерусалим вера православная христианская христос и вот в этом бесконечная заслуга этого непростого обуреваемого страстьями политическими интригами государственными заботами человека он сумел земной град сделать иконой града небесного реально все это пришлось делать уже его переемником но он доложил начало и 16 веков то что сделал константил было приоритетом и в этом основании идея того что такой благоверный царь святой князь они его личные заслуги ибо князь или царь это неестественное состояние человека это гипер было потому что там и увеличение и страстей и добродетелей это величайшие испытания для обычного человека и служение его довольно необычно и вот переходя к следующими я вспоминаю еще одну интересную беседу отца геннадия на которой я присутствовал когда он рассказывал о встрече с тогда еще кандидатом в губернаторы ныне покойным александре лебеди да его спросили а за кого вы батюшка будете голосовать он ответил честно за александра лебедя и он пояснил позицию и мне тогда это как-то необычно показался мне это очень понравилось он сказал что во первых он признался честно что он не религиозный человек и поэтому не может так взять сложить билеты на следующий день объявить себя верующим но я говорит голосую за него по той простой причине что в заповеди в блаженство сказано что блаженный миротворец а именно александр лебедь был миротворцем и в приднестровье и в чеческой компании и вот я теперь уже говорю о себе во свете сказанного глядя на нынешних кандидатов для меня в общем-то руководствуясь вот этим вот сказанным тоже в общем-то является очевидным что наш нынешний президент и он же кандидат в этом смысле действительно миротворец в первую очередь это остановка войны в чечне и налаживание там мира это крымская весна и ведение миротворческого контингента это сирия где тоже при посредстве опять же воли политической воли нашего президента не дана была власть разгулявшимся бандитам но и также известно что по его инициативе был достигнут мир между рпц и рпц з ну и вот опять же да к вопросам насколько уж это получилось это другой вопрос но то что вот данном случае мы можем говорить о миротворческой миссии для меня лично очевидно ну и вот теперь хотелось бы гнать тихонович услышать вас по поводу того как выглядят выборы как выглядит будущность страны христианство с вашей позиции во свете библии начали как говорили о константине говорили так ну пускай все сказано это вот проверить нельзя никак но какое отношение то имеет ко христу к вечности к нам зачем его сейчас записывать святые когда 1 користром 4 5 прямо говорит не судите никак прежде времени доколе не придет господь и не осветит сокрытая во мраке то есть за это времени что наговорили о нем там убил сына и петр убил сына иван грозный убил это самые хорошие правители которых сталин хвалил им памятники ставили но какое отношение имеет это к рожденному свыше человеку водительству духу святому ответ решительно никакого константин он только взять взять еще лики не убил ты впереди то надо впереди сказать еще что было когда он утонул и до самой смерти не крещеный был и при том крестил его еретик арианин ну даже по всем правилам канонов но никак не подходит канонизации я говорю только канонизации что это не христианское дело и запрещенное богом а вот так в это дело встряли на что он говорил с этого момента момента началось как нигде об этом не сказано в священном писании я во свете библии рассматриваю что царь повернул туда штурвал все все шатнулись упали как будто бы они молятся так не бывает каждый сам по себе каждый приходит а он бы если не был оно пришло к этому но вот если бы не гитлер да он не нужен был гитлер впереди горбачев был который свернет эту империю лжи и столкнет 18 миллионов преступников коммунистов и последнего похлопал по спине и столкнул как генерал армия вареников говорит большего предательства нищета иуда не было на свете и мы все обольщены были им наступило время время об этом говорил кутузов михаил арионович говорит наше дело уметь ждать отсидеться даже бородинского сражения я бы не дал как бы не монаршее повеление это была лишняя жертва впереди была зима и они все как тараканы перемерзли и все еще каждый тащил награбленное теперь по позвоночникам судят куда они были искривлены на каком плече несли это я бы вот если так возможность была рядом с быть отдельно на ухо потихоньку сказал бы автору кто выступал а открыто близкие мне люди мне это ничего не дает а отношения будут нарушены я бы не выступил ну раз вы меня спрашиваете я отвечаю никакого отношения тем более равноапостольный у него не было даже полшага равноапостольного где он шел проповедовал страдал и убили нет нет лгать привыкли вот александру невскому а каписты пишут и си от юности возлюбил и си а каписты проще ну вранье стопроцентное он возлюбил наконец скакать махать мечом там александра невская вообще его не знаю я знаю алексея который принял схемы перед смертью вот я его признаю а тот это у него не было тоже ни одного шага христианского то и там шал на всякую сделку с ханами шел там и какое предательство было это все скрыто это нам пишут только дают то есть я против того и допустим лебедь ну ли лебедь не просто так у меня были близкие люди здесь там среди писателей которые были с ним рядом и там его местное правительство команду набраны были с алтая я их лично знал этих людей веры никакой и у него а вере то господь то судит только потому как человек получил для рождения свыше а он мертвый христос пришел хорошие люди были в израиле он пришел к погибшим овцам израиля дохлый баран и за него голосовать миротворец какой мир усыновил где вот что пересказали она и так без него бы усыновилась а сколько за этим рядом сколько крови пролилось но надо просто дальше смотри сегодня готовы жукова георгий константиновщик она не терпит вплотную подходят уже где более жестокого более кровожадного не было даже халкингол вот когда он был призвали его туда он каждый день среднем был сколько он там месяцев среднем примера своих офицеров по шесть человек расстреливал надо до конца до сказать с этой позиции на мои нос высовывать не надо наши осуждения такие что нас заплюют за слова миротворец когда его все проклинают этого человека сегодняшнего там вчерашнего и самый большой миротворец если с этой позиции рассматривать он тиран а может ли царь быть верующим не может у него должна быть охрана и все остальное и и меры принимать такие хозяином только в ячейке своей семья домашняя церковь а что государство будет церковь нигде не сказано это все обман его надо этот обман но высветить и не надо опровергать он он мираж туман призрак вот этот призрак христианство бродит по европе настоящего христианства нету ну вот я начал с константина и равнопостно отбросил был император который христианство правозносил государственной религией и он уверовал нет он не уверовал вот я сейчас попутно прочитаю одну фразу он увидел что на небе крест который сложился цифры сим победишь и так он знамение как бы стал дальше мы считаем знамение увлекали более грубых а более разумных увлекали пророчества и учения потому те которые были принято учением были тверже привлеченных знамениями святой и англотоуст иудея требует чудес и как он растолковал сим победишь и на знаменах поставить крест ну это язычник знамена но какое отношение твои знамена битвы все имеют какое вот допустим пас пасха приходит тут понятно хрисовство а масленица я сколько не спрашивал ни один священник не знает я враг отмечаете да объявляете да но один раз хочешь узнать ну как вот а так принято святые а какие святые он не знает я говорю у греков был царь ираклий называю годы когда он был ираклий то и он с персидским царем все время воевал хазрой этого хазрой не мог победить семь лет война идет не может окончить и он тогда дал обед а какой же обед дал если я сумею победить целую неделю мясо не буду есть какое отношение я имею к этому так это я мясо вообще не ем никакого обеда не давал и просто не полезное и все но смешно даже когда узнают а там все его больше ничего нету не ищите вы знаете сначала кто такой хазрой он был намного лучше может быть этого ираклия ну просто историю надо знать кто говорит не желает ее знать он повторит то что там было так вот здесь исторические данные трудное было положение у израиля и они видя как все стройно идет у соседей приступили к самуилу и горю дай нам царя но там стране правил пророк пророк правил и вот это правление это пророк это в этом и выражалось что они знали волю божию а воля то божия была такая которая не была им известно они ее знали только через пророка они знали когда нужно казнить когда миловать вот захватили царя агага уже будущий сарь сидит договариваться какие города к нам перейдут к келлигсберг нам будет мы назовем калининградом его так теперь там но хорошо шикотан мы тоже возьмем но еще святой за это будет и он говорит они не тебя отвергли господь сразу сказал они год у нас выборы будут они меня отвергли говорит господь бог а нам этого нету не дано отвергать в этом плане потому что пророка не было ни на линии руководили то есть мы в еще худшем состоянии тогда написано как же делал то что казалось справедливым ибо не было царя есть поговорка без царя в голове вот они его выпросили несмотря на то что они сделали так не благополучно все и сказал царь будет он будет у вас юноши забирать девушки там там то будут налоги будут и они на своем стоят и все равно как у других он быстро мобилизацию сделает объявит войну отечественной назовем ее ну ладно но вы будете такими прав никаких вам не дается это хуже чем в монастыре согласны несмотря на это бог сам избирает какого хотите ну чтоб сильный был не карапет какой-то маленький как наполеон там или еще кто-то ну вот хорошо дал на голову выше всех при том скромница его ищут он под где-то под телегу залез его не могут найти в обозе значит и он не сверху был народ так ахнул вот это выбор бог взял и что получилось дух милитаризма задушил все в нем это сделался лютый ненавистник истины он гонялся за пророком давидом если бы его убил салтыри не было бы мы это самое главное чего бы мы лишились пережили те времена только те буковки которые слова определенные сложил его взять азиатом зятем он его хотел когда обычно что требует там ну вена колым так на он сок края обрезание то есть убей и отрежь и принести мне его еще и не думал украшать комнату так он два раза больше убил ну не один конечно видимо со своими друзьями и с врагами победи задача была погубить его там а дальше как он его искал где появится на пути до и кудумиянин город священников нового полностью будет вырезан весь священник это тот избранник божий помазанник с маленькой буквы христос так чем они выиграли такого преступления не знал израильский народ это не все проиграна будет война и закончить тем что смертный час идет к ведьме и закончить жизнь самоубийством вот он избранник так не люди избирали мы должны признаться что бог знает больше нас а сейчас какая-то бабка лежит парализованная под себя уже всякое сгнила но разом работает и к ней на дом приедут с этим ящичками она опустит и наравне щупайсом а щупайс это смотрящий над страной он выше президента главное то еще в стране не президента щупайс главный то никто даже сегодняшний день этого не знают в политике надо разобраться он вставленник масонов и что будет сверху давить то и будут делать сказали к вачкову посадить сидит накрутили по полной катушке я просто не все это знают сказать ну что голос народа как считать будут а почему не сказать так возраст такой-то не соображает что-то комиссия проверили решается голос и и умирать кого она выбирает она выберет а теперь внуки будут мучиться с ним выбирать тех которые дальше будут смотреть и корректировать его и поставить условия перед ним что если ты будешь нарушать то сразу же тебя убираем по-хорошему или вырежут тебя этого то нету поставили он тиранство и теперь убивает как нерон что он делает ничего не могут сделать как же так даже гвардия рядом все переделали переказнили разве нельзя было как-то нейтрализовать все это бешенство ивана грозного то чтобы жену то после первой ночи то вместе с конями под лед то не запускать он не не знал ни меры ничего далеко это было сделать но все склонились он божий помазанник его бог помазал я говорю о избрании сейчас то что уже там говорено вы бы говорено было и равноапостольны не стыда не совести за кого вы считаете апостолов но смотрите как они обращались и дальше и дальше они государстве заботились нет римское владычество покрыло и израиль тенью они готовились выйти из-под него нет это ученики так думали слева и справа в новом правительстве там в думе мы пройдем и ничего этого не было их чаяни были преданы христом вот григорий митрополит санкт-петербургский брошюра или как назвать его один день святой жизни он об этом и говорит иуда ответил предательством на предательство то есть первое предательство было за христом в том смысле что его интересы были преданы вот ничего равноапостольного нету это кощинственные слова я его никогда не называл и не могу назвать и молиться ему никогда не молился это политический деятель он повернул момент а если бы не было а уже все подошло к тому что ему некий было руководить новый император подходил уже христиан обращалась сколько казнили и наконец поняли пустует уже полностью запад по тысячам казнили сказали не трогать только братья офицеры не ниже полковника его можно казнить тысячи раз уменьшили это то есть оно подошло плотно и уже все стали тем более христиане воевали в языческих войсках все жития пропитана этим в языческах как георгий победоносец у кого он был оруженосец то а вот жертву приносить нельзя а убивать можно и притом воины были все захватнические милитаристские это как будто церковь не знает и нигде не говорит кого не прославляют а они все захватчики были они были убийцы а убийцы должны быть отучены от церкви это правило василия великого тут только молчишь но раз коснулась я скажу ничего равного апостола в константине не было как и во владимире не и ни шагу ничего ну и поэтому константин так бы сказали император который сумел расправиться со своими противниками пришел к единодержавию она дальше что будет сын уже еретик будет констанции арианин и дальше закрутиться эта карусель самое выделяю у константина было хорошее когда люди пришли христиане к власти а христиане то всегда гонители были еретиков и проще и он сразу сказал садитесь за стол и решайте вопросы никто в тюрьме не будет сидеть вот положительное его на первом место я всегда выдвигаю константина хватило мужества на это не побояться этих епископов православных он больше всего должен был их бояться это златоуз горит никого так не боюсь как епископов наших православных и вот тогда тема уже начинает по-другому второй вопрос когда начинает там он говорил там такой-то проповедник об этом я каждое слово могу взять подтащить во свете библии она будет выглядеть абсолютно не так кто он был сколько захватил какие страны теперь разницы никакой нету вот сейчас вчера умер табаков олег перечисляет его награды он был коммунист ему надо это жены его дети от разных жен ему надо это сейчас ничего ему не надо только против мытарства пройдет ли он и все как у задворного там священник был вранье и здесь он никуда не ездил из больницы не вылазил а пропуска никого не пускали и как-то подмазывает так священник был на исповеди так он в коме был даже если был то а есть глухая исповедь понимаете аспиды глухие это но даже говорить не о чем а как никак только молись и благодари бога что ты не начальник и не царь и не претендент я бы вот мне пришлось в одном городе со лос-анджелесе быть ну такой знаменитый там это все есть голливуд еще только там нету ну улицы там прекрасно вот чтобы развести где пробки над городом летает вертолет и оттуда подойдут все шумера могут слышать улица такая-то свободная можете повернуть туда то там пролет есть вообще техника не может показать вертолет нужен потому что все время меняется обстановка они на глядят и все ухожено чисто какие-то невысокие здания такие вот я смотрю на все это и разговариваю там с русским скажи здорово это конечно здорово хотел бы здесь жить ну конечно американцев спросим ну покажем наш город барнаул или ваш красноярск вы хотели бы туда туда счет туда поеду вот у грязь то там там сколько если бы сказали вот есть человек не я конечно вот может сегодня так сделать утром проснетесь чужих кровати все вы будете в красноярске а красноярске в лос-анджелесе а как это может через месяц красноярск будет как лос-анджелес а лос-анджелес красноярск а красноярск а не и там свинючек устроен акин смеешься-то я просто говорю давайте вы согласны все согласились я там на самом молодежном собрании сказал еще выступал когда и говорил так вот сегодня 8 кандидатов но там ну ладно но если выступает даже говорит ну-ка совсем не как ты можно назвать только на вторую букву гортал павита ну куда она лезет она стоит не знает ну стаканом еще на жириновского может плеснуть а дальше-то еще он назвал грязной там такое все но вообразим сколько за тебя проголосовали давайте воображение разве это первое качество лидера руководителя но вот прошлый раз жириновский говорил за меня 5 миллионов проголосовала 5 миллионов давайте так мысленно вообразим эти люди за вас проголосовали но они тайно голосовали открыто они могут сказать знаешь я весьма сомневаюсь иначе бы не делали она закрыты в урны другие бумажки вы туда не толкали но мы воображение разобьем что все эти люди подняли руки и сказали мы за тебя владимир больше голосовали волчий сын вольфович переводится и теперь мысленно дальше давайте какой-то участок какой-то регион возьмем район который не граничит с границей иначе все оттуда убегут за границу чтобы они не могли перепрыгнуть все в одном месте вот это твоя паства и ты будешь тебе 100 дней дается для разгона как принято у политиков говорит 100 дней через 100 дней сколько у тебя человек останется нас и вот каждому дать сколько проголосовало и какой-то маленький если регион кого или город один дать и чтобы это согласно было как-то это произошло мы же воображение раздевать должны что у них получится все так будете голосовать нету это власть он может там где-то начать войну окончить ну и что что-то чем-то пожертвовать вы ничего не можете вот это выступает девчонка то и там и женщина ты я бы крым сегодня если президент буду сразу отдам там донбассе смеяться то крыма даст он никогда не был нищим только русским был завоевали во время войны пленили с татарами разобрались рассчитались и они все помнят это еще нынче то когда было присоединение они так до конца были против не так и уговаривал уговаривал их там и рамзан будто бы а так примеру говорю так вот сегодня если думаем и голосовать давайте воображение разобьем не строить иллюзии а вот придет он обещал то-то вот как груди не то вот я там ну не он только там бабурин выступает я значит пенсию увеличив три раза чтобы не меньше семидесяти тысяч у каждого было то есть мои восемь тысяч это будет 70 ну позвольте а откуда средства то он не дальше не говорит вот когда случилось это восстание гк чп 91 году а мы пошли в это время в лес собирать шиповник едем такая музыка откуда музыка то а мы еще не видим мой детский лагерь мы там как раз находились и гляжу машину стоит мы подошли это соседняя деревня кадников приехал главный зоотехник он хорошо к нам относится и с ним женщины веселые все демократишка голову теперь свернем теперь все в магазинах будет я говорю валерий григорьевич а где возьмут а нз есть но это на случай его больше трех месяцев не хватит оказывается на 3 дня только хватило для же он приехал вот там райком это райком то все это потащили а там стулья такие а вы возьмете возьмем нам стулья достали он привез на таких трубочках стоят ну простецкие простецкие фанерные там вот эти там все растащили как будто никогда не было это все внезапно меняется а кто верен остался горит поддержал только монгольский фамилию чурбан но это нарочно же прямо больше никто не поддержал специально сделали убитые как вот там и горов там кто кантария они горит там даже и не были флаг то не вывешивали там другие вывешивали сказали так чтобы русский это движущая сила но и грузин чтобы был потому что сталин грузин теперь все это разложили по полочкам и так здесь же в москве когда они останавливали танки троих убили один конечно должен быть еврей обязательно даже так все и случилось а дальше все забыто и как на майдане это там наняли снайперов перестреляли сколько они теперь герои это все игра идет я вспоминаю момент когда избирали кажется никсона тут может быть небольшая не то сейчас разницы нету и собирается все эти миллиардеры и называется мальчишник название хорошее такое они веселые и когда ему сказали еще голосует только начинают уже значит так мы решили ронни этот будешь ты ник ну хорошо а посмотрели на рейгана то рональда то а он такой потухской к нему подошли тоже масон тоже последних степеней посвящен он похлопал по плечу гатроне не обижайся следующий ты будешь еще синие красные огоньки будут там то ли демократическая то ли консервативная партия а уже все решено все это липа липо то не виновата так привыкли говорить так и здесь уже заранее решено почему а вы как смотрите никак я никогда не голосую и никогда никому не скажу что я бы проголосовал за него потому что он миротворец какой же это миротворец сначала разожгли а потом сдали позиции дали перед их уже добиты были все эти ваххабиты то и после этого то какое развелось опять-то вторая чеченская то это такое миролюбие было да не ермолов бросил бы на полпути или нет то это пока не смирили бы окончательно война не бывает так чтобы замирение где-то на половине если уже наше столом это ломит до конца пошли значит на остров святой елены поедут а здесь нет так что вся его миролюбивая эта политика и во свете даже сегодняшних событий то она были совсем не так я в дни пристрове был маленько кое-что узнал ну ну конечно если там хотим хотел кто его выдвигать вы помните там быков и и он его тут же сразу начал сворачивать и в тюрьму толкать это непорядочно было он же тебе помог зайти но это все прошлое мы молились я неоднократно призывал молиться молиться за царей за начальствующих тем более то царю уже на месте и мы молимся и каждый день просим господь дай мудрого помазанника твоего чтобы он был помазан духом святым чтобы управлял мудро а мудро управлять очень сложно там был один еврейский народ а здесь другие нации и не только другие нации другие верования и верования такие которые в один день могут поднять все разрушить поэтому он открывает там совсем не христианские храмы присутствует но ему надо сохранить мир свой мешает и свое прикончить но надо было чтобы войти в афганистан повалили сами американцы эти их церу там здание эти два каких-то слову сказать на одном из них я был меня туда подняли показали рядом статуя свободы и там такая труба подзорная там пол цента платить надо было 50 человек поднимается за раз туда в уши закладывают это попутно все и поэтому я не ходил и никому не советую это игра и ты делаешься ответственным у меня на занятия я вел университете техническом здесь вот одна подошла и а вы за кого будете голосовать а в это время на первый срок готовился борис николаевич ельцин я когда я не голосую как не голосуете даже ельцина надо выбирать эти он сам сказал если я не выполню программу голову положу на рельсы это здорово на рельсы голову если поезда будут ходить ладно потом проху она не долго не была года два она увидела меня здравствуйте а сама потушка такая вы помните я вам говорил голосовать я готова сама голову на рельсы положить какого дурака избрали пьяница все разбазаривает где его внук учиться там такая у них рядом собралась а компания и все это верно я говорю но я же говорил да кто же знал он такие обещания давал он говорил меня я чувствовал призвание что не редиску сажать а руководитель людьми догон и редиски не достоин сажать увидели его он никого не признает они ничего не знают он одержимый страстью даже ипатийский дом сломал это он же сломал то боялись мертвого даже напоминание о царе вот так я один раз голосовал в армии в армии зашел и такими корявыми буквы написал одного человека нельзя выбирать надо чтобы был конкурс а тогда вообще одного из компартии 1 и ну раз один так каково выбирать выборов то нету выбор но по крайней мере две ложки серебряная золотая какую возьмешь вот ну хоть маленько так как то какую машину тебе дали вот ты выбираешь хорошая там плохая а выбор сейчас выборы как будто бы если на самом деле проходу нету все схвачено вот я подумал от воображения каждому дать и он бы снял кандидатуру свою ну ладно всех не заперешь кто за тебя голосовал ну хотя бы половину и попробуй ими управлять и выполнить программу ваша программа есть вы ничего не сделаете абсолютно вот какая-то там женщина одна она молодая названа татьяна часть черная из юга когда там быть и где-то в конго были была резня а они эти люди помогали советским то их детей сюда перекинули ну она здесь выросла прекрасно говорит по-русски дает интервью смирнову димитрию батюшки я готов русских людей смотрю мне нравятся люди но ничего не хотят делать вот говорит лежала и лежит она но если уже крепкий начальник он его даванул костюм все сделает все умеет делать и колодец горит выхват и дом построят вот это русский человек а правителя на него не наберешься их их нету нету как-то роберт рожденский говорит пришли письма нам говорит знаете у нас народ то хороший здесь вот красноярске где ну пришлите к нам мужиков таких башковитых он говорит я прошел все город склады горит но не видел чтобы по полочкам лежали вы своей среды то выдвигайте но как вы длину начинает хватать все депутат это больше полгода не держится за свою программу ему прямо предлагается или ты или без тебя я узнал только одного депутата который до конца выдержал его не трогали почему он сразу сумел завоевать это в городе томске без ноги но он такой был как рузвельт он самый маленькую просьбу не оставлял добивался и поворачивал но сделать то ниже не мог но в маленьком регионе тем более там мэра города макарова посадили и как бы расчистили это поле и вот а то то о чем я сказал еще раз побуждает не голосовать что вы против всех да нет я за всех наоборот я за всех молюсь и у них такое против всех вычеркнуть я не ходил я не вычеркивал предпочтение никому не отдаю а кому я отдавать когда не знаю то человек может так закоммулировать все что ты не узнаешь что в нем внутри женщина выходит тут ангел ангелом но только вышла замуж все как виде уже как раз анекдота он ее на руках несет она горит мы уже расписались сколь а разрешил структура сразу тебе на шею залезу чтобы удобнее было сидеть все рожь мы уже расписались то еще на руках нанести неудобно же спина заболит так и здесь этим уже наворовали теперь можем миллиарды девать некуда щубайс об этом и сказал мы настолько богат и что не знаем куда деньги ебать за электричество то поднимают и поднимают и предприятия останавливают вот но я к нему обращается буду он даст нет как там адацаевском спросили да если была моя возможность я бы зубами всего и зарвал он говорит ой-ой-ой как ненавидит почему потому что он сказал о евреях как от солженицын там 200 лет мы вместе и проще не трожь евреев тогда они тебя потерпят а нет тогда шульхана рук сыграет найди лучшего и христианина и убей прямой лозунг призвание они остаются у власти были и будут им так положено цари принесут ему дань ничего тут нет такого и вы не хотите лучшего я узнал говорит великое приобретение быть благочестивым и довольным приобретение не товаров чтобы восполнить а довольным быть ну у тебя машина есть допустим а у тебя нету самого маленького без нельзя выехать даже номера нет теперь трепешься на одном месте у меня нет ничего и у меня все номера на месте пошел меня машины никогда не было что не скажут я заранее в момент когда я уверовал я представил на чем будет играть сатана короче он скажет вот это меня на этом прищучит я сразу выбросил а вот это где-то я сразу выбросил должность бросаю они меня никак не могут взять только начинает где-то а другой сидит следователь да у него этого нету вы чего этим пугаете это у него нет ничего нету я вот сижу сейчас только зашинаю вот это вот пятым наверное этажом все это здесь у меня заплаты мне нравится она по мне и как раз вот и весь сказ выбрать мы не можем только молить господи выбери ты из той среды какая есть народ вымирающий государство это стоять долго не может только потому что вымирает огромная территория собирая самосоны и говорят ну мы же ну допустим современному президенту но ты же понимаешь что население этой земли растет ну да но понимаете или нет что жить негде там террасами рубят эти возвышенности землю мешками приносит и посыпают вот там теньшане и везде а у вас у вас сколько на один квадратный километр красноярский край особенно славится 1,7 человек а ну рядом с нами китай 470 ну люди говорят если вы верующие горит земля господня почему вы ее приватизировали но она нам до сахара досталось через военные успехи но аляску схватили она зачем мам аляска за проливом но на этом не остановились порт артур где был посмотри на карте а это все царская фенляндия где было под ней польша где было под ней подавились и наконец лопнула чрево и все выпало а царь то был помазанник так пример то можно ли взять сего да никак никакого примера они не оказали а какой пример пример такой который показал франциск это сказать этот бенедикт он ушел ушел папа и все сошел с арены и как будто его нету не надо этого бояться и царь бы вышел и сказал христианин настоящий он не может быть царем я с первого же дня должен нарушать давать клятву там обещание а это запрещено евангелием дальше должна быть армия ну и это враг голоден на карме но я не буду трактовать как лев николаевич толстой но смысл понятен я не могу посылать на бойню может слышали да думаю обязательно знаете был такой миссионер в бурятии он работал с бурятами кисляков спиридон покаянию как он говорил я благословлял на бойню я лгал и теперь я прошу бога прощения я говорил богу это угодно ни одного шага по евангелию не сделал какое у него раскаяние вот что нужно делать всем царям российским оси их воскресить то я говорю во свете библии мы умрем не государства нет это планета наша там и солнечная система и дальше она даже не видна и они там если бы жили люди они бы даже не увидели ее такая крошечка маханька тут говорили как-то но считали я не могу утверждать до конца что правильно может быть и так павел иосифов рогозин пишет существует ли загробная жизнь о том как устроен организм человека космос есть такая планета уже обнаружена арктур поперечники она кажется в два раза больше чем расстояние до солнца это образить даже невозможно какая сила тяготения почему луна не падать не приближается мы ничего не знаем по всем расчетам она должна рано или поздно сдвинуться и начать сильнее притягивается суда уже потому что здесь чем ближе к магниту тем сильнее тянет почему луна то не падает но это между прочим то есть мы живем во тьме и сквозь тусклое стекло продымленное едва едва узнаем что завтра будет какая погода или что-то а это правитель тем более он не один он ставит говорит как у нас был епископ тут моседич антоний близкие отношения наш епископ и тихий приехал курочки мы здесь были в епархии и он говорит тихо так за дверь выглянул чтобы поговорить и я опасаюсь горит недавно на меня покушение было нам страшно стало ягорь священников посылая ему сказал вы отвечать будете за разврат который церкви старствует за развал церковное дело вы до чего поставлю это я это еще сделаю я епископ то мне говорит я их посылаю а они воруют то есть все не отдают ему у них только из-за это мамона не можете служить богу и мамонии поэтому они не замечают что давным-давно служат мамонии и так и здесь правитель придет это хорошо ничего не обещать ни одного обещания никто выполнить не может ничего нету нету даже это не принимает закон в общественных местах не распивать там пиво как пили так и пьют а курки не бросать как бросали так и бросают а затем никто не смотрит китай смог навести саудовская аравия смогла тунис смог советский писал как-то один там представитель посольства у нас говорит сыновья шейхов с дрожью в руках говорит они выпивали с нами знаешь что если только он будет обнаружен в этот же день голову снесут с него вот это закон а у нас выступает там жириновский надо принять закон чтобы ближе там 500 метров к учебного заведения не продавали алкоголь как будто 500 метров долго пробежать ну глупости нет и да а остальное от лукавого или полностью запретить вы не запретите только мусульмане это могут сделать а сколько у вас от пьянца погибли они за 1200 лет может быть 100 человек есть а то и этого нету они все казнены это называется шайтане кровь они сумели это сделать а здесь нет такие законы которые развращают все вокруг себя гнилье а им все законы позволено они себе кровь обновляют до тут умирают вот о выборах сказать выборах практически нечего выбирать они безбожники а вот если бы сейчас выбирали ну я который знал такие вот люди то и он бы согласен был то я бы сказал я бы его выбрал но не очень крепкая вера не согласится он понимает что придется нарушать все все главное заповеди начиная с первой он не может быть блаженный нищим духом он должен показать себя чтобы люди увидели что он может сделать он может там начать и ну где нибудь там за эту сирию еще отвечать сколько будут а правильно не мне судить но ты другая страна сколько сейчас погибло там самолетов разбиты это никакое не миротворчество это войну вынесли за пределы государства они придут они и так придут но так и теперь обозленные в сто раз больше и специально туда собрали и сразу америка против она как будто бы обоевала это все игра идет и теперь она уже и советских этих русских там долбит а по вашему как по нашему молиться надо ни одно решение которое принимает он не выполняется его нельзя выполнить без уничтожения полностью той местности где есть просто напалмом выжигать но этот пожар перекинется дальше ничего нельзя сделать самое действенное это молитва я вот иногда просят молиться пример сегодня только ну молитесь у меня вот такое дело ну никак а дело-то простое как будто бы она поняла что надо креститься полное погружение но у меня говорит такие нет точности к личности месячных а в таком виде я сразу выставил там сразу двух святых из книги правил что нельзя надо ждать к полного ощущения вот тебе миква но на помолитесь чтобы у меня было и вдруг стали молиться и объявился и крещение перенесли на более ранний и она сразу вас благодарила бога и сегодня уже крестилась там столько-то радостью все и поехали как я говорил куда в москве меня попросили не называть даже ну уже все знают все написали и батюшка принял и но все как положено совершенно уверовавшие так она я член вроде вашей семьи теперь еще сделаешь вот чем надо заниматься вокруг нас мир в неверии погибает а мы желаем грешников спасать и поэтому в этот ажиотаж и тут они раньше было всегда пиво привозили бочками в обла рыбу и мужики шли бумажку еще бросил выпивка выпивка вот поэтому ну что-то где-то еще можно понять праздник а тут ничего нету выбирать нет ни одного из них который будет делать так как повелевает господь они перефразируют слова евангелия и там кто патриарх митрополиты дадут ему духовника какой-нибудь шевкунова тихона все будет одобрено замазано в этом не участник моё подписи там нет следы моих следы будут считать ангелем и моих следов там не найдут я не ступал туда нигде ни разу никогда но молюсь а если еще хуже будет я повторяю мне не надо решать хуже мне нужно молиться просить милости божией дал бы говорит как фока однажды молился вернее и говорят ну некоторые чтобы молился один человек а бог говорит дал бы хуже да не нашлось я говорю это фока фока такой был полководец и он поднял путь ну вот как юлиан отступник то у него точно так же народ не выбирала выбрала его во войско на щит то это точно а царь был спокойный такой маврики он у меня убил жену и детей всех всех убил вот как делали киний как делал ленин это примерно вот ты я знаю три исторические личности так тогда в пустыне там один его запил господи ну почему ты его избрал он сейчас царствует житья нет он говорит по делам народа я долго искал найти такого тирана и нашел бесчестного жестокого беспощадного чтобы вас вразумить я бы дал хуже но не нашлось а ты больше не вопрошай не искушай бога я тебе один раз ответил за то что удостоился моего ответа так бы бог ему ответил так и здесь дал бы хуже но не нашлось по всем статьям я не конкретно говорю кому-то потому что мне не открыто я не пустынник но я знаю мне дано твердое право молиться ходатайствовать я это делаю делаю днем делаю ночью друзья мои все так делают вот мой ответ спасибо христос и гнати тихонов не всем это понравится там надо бы иди голосует там за кого-то бог сделает сердца людей повернет туда а если все не пойдут его все равно поставят поставят сейчас дума соберется проведет все если никто не пришел то оставить его еще на четыре срока не по четыре не по шесть лет а по восемь лет и все проголосует и все это же человеческое а человеческое она все временное саудовской аравии не голосуют ну где монархически строят а царя же никто не выбирал он родился по наследству поставили его но он разве так поступал он знал хозяин старался не раздаренную страну оставить а этот какой он грабит давит убивает ему какая разница у него наследника то нету после меня хоть потоп вот и весь ответ да ну что ж тогда значит будем усилим нашу молитву за правителей за начальников на друга друга за всех которые есть я вам скажу где пришлось молиться просто опыт имею ни разу еще не был посрамлен ни разу бог слышит молитву абсолютно точно что бог слышит и выбирает лучшего на небольшое какое-то там где-то было дело и бог разрешает как до того неожиданно это все так получалось если пути человеку угодны богу то он и врагов его примеряет с ним это соломон знал очень хорошо при соломоне был мир а почему он сразу врагам голову отдельно от них вывешивал когда пришел ладони это начал ходатайствовать чтобы обисагу дали и перед матери его версали это а он до этого сказал ему он год мне по праву принадлежала государства царство то не и не соломону то он это знал предупредил вызвал его если хоть увижу какой-то подвижка будет он видимо через ависагу думал войти ходы выходы знает он сразу же приказал немедленно убить все кончилось а за него кто-то услышал бежать в военачальный главный маршал вооруженных сил он тут же сразу за ним тот побежал и зары рога жертвенника ухватился он говорит убейте меня здесь он что делать ну убейте его кровь затрете да и все вот мы и узнали волю божию воля божия для того чтобы мы были миротворцы сами не мстили а мир установить внутри государства игнатий причинов говорит и не по мысли немощной рукой остановить золотея просто сметет сколько говорил глеб якунин что-то изменилось нет он мне говорил нам главное хазбулатова руслана повалить ну повалили дальше что на его место трое стали у меня сестра говорит коров посуд по переменке но ее очередь пришла ну да однако ровну до того вредная там ну такого называет нашего брата и откуда не повернена 1 1 идет а за ней все идут ну хоть бы кто ее куда делал то и друг приехали у него покупать и он ее отдал я говорю молилась прямо господи слава тебе назад на выгоняю совершенно спокойная корова опять впереди еще более опасная кто я передал по наследству то она была усмирена той она не то и было и она бы сейчас берется ягодь ничему не радость еще думал лучше бы это было надо же это конкретно на на деле это ничего нельзя сделать вот я поэтому не молюсь избавиться говорю господи если угодно позволь мне избежать этой болезни ну потому что вот так вот у меня было и тяжелая операция там и но бог пока терпит я не прошу ничего ну господи чтоб только зубы то сохранились чтобы ну как дальше говорить а выдергивать не даю никто не берется маленький если можно господи а нет только другую до болезни давай я к этой привык уже я даже за болезни считаю вот я с богом разговариваю как с любимым близким который знает мои немощи и вот так чтобы у немедленно я перестал болеть нет вот она по ногам этом паду ну чего там падал бревно на ногу было падал ну чё это это не болезнь никакая я себя успокаиваю все это переносимо мы сильные нравится мне выражение судьба человека шолохова там он когда на сиротинку то нашел ваню то но и этот андрей то соколов и в машине трудно ваня мы сильные мы переможем мне эта фраза нравится мы сильные вот идут когда старая там у меня он тоже пойдет и к врачам до 80 лет ну куда идти то ну зачем ну пусть молодых леща там в аварию попавши нас тратится то я никогда не пойду но если уже совсем никак и потащит ну если может быть а так один укол чтобы не машался и сегодня звонят такие то вы кто такой то знаете нам нужно узнать отношение к выборам собираем сведения я говорю откуда из москвы ну вот давай вот вопросы такая но прежде давайте вашу биографию там сколько лет я мы 78 сколько бы 79 а ну тогда до свидания сразу в отвал я думал хочу это скажу думаю надо было сказать да какое отношение возраст мне говорят у вас голос молодой такой она бы мне не дала столько-то ну а раз такое дело я сижу сам себе улыбаюсь дома один она даже разговаривать не стала попрощалась и все все хорошего учет спрашивать ну другое дело там выходит политический деятель который может голос у него как-то сделать так чтобы у одного было не один голоса 23 там а у лежащего ничего не имеющего бомжа и ни одного голоса зачем же ему вот допустим я не могу сказать в каких государствах там если у него нет жилья нигде да какой он нету ему голоса я считал это в тунисе попали наши и тогда там случилась беда такая его арестовали этого человека так чуть-чуть еще сейчас говори ну что брат дорогой если еще нет то все да ну да да укрепит господь вас игорь тихонович ваши и немощи телесные благодарю вас за эту добру очень интересную мудру беседу так еще сейчас гляну говори ну конечно ну да вы слушай или совета или совета не трать время я это уже не делаю это прошлое пока вы не говорили я делал а теперь она приехала у вас крещение приняла я в курсе дело-то не буду на него не буду давать я не буду этим заниматься зачем батюшку я люблю и зачем же мне конфликт вы сказали больше никому не говорю не посылаю вы а вы это все а вы на к нам посылайте в открытую к нам посылайте и у нас крещение в озере не дам или совета я никогда не делаю этого не дам уже все вопрос для меня решенок батюшки нельзя я его люблю так и передайте ему я его люблю всей душою он очень хороший ну с богом спаси христос дорогая аллилуйя москва где крещение было и видимо другие священники этого батюшку уже цепляют чтобы я не давал объявление туда не посылал но я понял знаешь ну вот видишь как а я его знаю очень хорошо он замечательный такой вопросов нет больше всего нет и гнат тихонович все во славу божью беседа так имей ввиду на лето желательно что приехал а то мы не встретимся ну гнат тихонович стараюсь уже на самом деле молюсь господу чтобы господь и управил все и все события вроде как ну пока пока молчу с ребятишками они у нас побудут тут покупаются порыбащатся ягоды пособирают в июле еще заранее напишите все пока все хранить да да они они аминь аминь